Друзья, всем привет! Апрель на дворе, солнышко на небе, теплая температура и сегодняшний день меня просто балуют, потому что он меня встречает немецкими автомобилями. BMW 3 серии, новенькая в частности. Друзья, сделал публикацию в инстаграм нашего канала, говорю, ну как вам парни? Подавляющее большинство, все говорят, огонь тачка, скорее надо брать ее на тест. Взял на тест, покатался. Это малышка, это просто нечто. Да, не скрою, зашел, посмотрел несколько тест-драйвов других ребят, которые выезжали на первую презентацию, ну думаю, хвалят. Думаю, хвалят, выехали, все, ой, как она рулится, как она держит дорогу, прокатился сам по хорошей дороге. Друзья, автомобиль им впечатлен. Стоп, нам нужно сделать маленькую остановочку, на которой я вам расскажу про самый полезный автотовар, а именно коврики Evo от компании Davcar. Выбирая коврики Evo, нужно склоняться только к оригиналу и купить вы его можете на сайте производителя Davcar.ru. Альтернативу от китайцев можно купить на 200-300 рублей дешевле. Объясняю, оригинальные производители в материалах используют плотность 60 шор, шоры влияют на влагопропускаемость, а китайцы используют всего лишь 30 шор, поэтому их коврики начинают течь. Я лично советую не экономить 200-300 рублей, сами знаете, скупой платит дважды, а выбрать официального производителя Evo ковров. Davcar.ru. У нас круглый год, грязище, говнище и все это так и норовит попасть вам в автомобиль через обувь. А вот уникальная система SOT как раз таки сдерживает и влагу, и грязь, и пыль, и реагенты. Ковры Evo индивидуально изготавливаются под каждое автомобиль и имеют оригинальные крепления. И в вашем автомобиле они ложатся как родные. Ковры сохраняют эластичность от минус 40 до плюс 40 и есть огромный выбор по цветам. Пришло время сделать эксперимент и проверить их на деле. Накидываем снежку и водички, ребята, водички и обильно наливаем водички. Предположим, что вы себе в автомобиле подстаяло, настаивало, грязище, это значит обычная жизненная ситуация. Что нужно сделать? Пожалуйста, обратите внимание, что снизу ничего не капает. И сейчас самое интересное. Оп, 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 оп. Все. Ну красотища. Быстрая и дешевая доставка до дверей по всей России и странам СНГ. Ковры отправляют без предоплаты, а плата происходит по факту получения. Два года гарантии. Ты еще сомневаешься? Да тебе могут вернуть деньги в первые 30 дней, если тебе что-то не понравится. Davcar.ru Ссылка ждет вас в описании. Я хочу начать в первую очередь с цен. Смотрите, вот сейчас на российский рынок представлено три модели. Первая. Это 320-я с задним приводом по цене 2 миллиона 580 тысяч рублей. 320-я с полным приводом по цене 2 миллиона 720 тысяч рублей. И 330-я, как в нашем случае, с задним приводом по цене 2 миллиона 870 тысяч рублей. Все автомобили уже изначально идут с М-пакетом. Все они, естественно, производства немецкого. На сегодняшний день уходящую модель 320-ю с полным приводом, с М-пакетом, с бензином или с дизелем можно закупить за 2 миллиона-2 миллиона 50 тысяч рублей. К чему я это говорю? В инстаграме нашего канала я спрашиваю. Парни, ну вот что скажете, за сколько вы готовы были бы забрать эту машину? И многие называют ценники 2 миллиона 150-2 миллиона 200 тысяч рублей. Забирая автомобиль у дилера, я спрашиваю, скидки есть? Объясняют, что машина новая. Пока что никакой поддержки от BMW нету, поэтому скидки на автомобиль могут быть, но они минимальны. Вот к сентябрю этого года подвезут побольше автомобилей. Их, возможно, уже начнут собирать в Калининграде. Таким образом, ценник на автомобиль реально упадет. Так более того, появится более бюджетная версия. Но я вам скажу одно. На мой взгляд, самая интересная версия здесь 320-я с дизелем с полным приводом. Ну и 330-я тоже интересная. Здесь есть несколько нюансов. Первый, это, конечно, только задний привод. И это 258 сил под капотом. Если говорить о новой BMW 3 серии, то ее действительно можно назвать новой. Ну, смотрите, вспоминая какую-нибудь там Мазу 6 новую, в кавычках, там что-то новенькое тяжело найти. Здесь же полностью все переделано. И подвеска переделана автомобиля. Дизельные моторы тоже доработаны. В нашем случае вообще уже идет лазерная оптика. То есть, по внешнему виду морда, ну, действительно, когда стоишь, вот даже я не фанат BMW, но я вижу, что она свежая. Задница у этого автомобиля, это вообще отдельная история. Только есть несколько нюансов. Если раньше, когда смотришь на BMW, это всегда был свой стиль. Ну, знаешь, бэха есть бэха. Что в интерьер автомобиля садишься, что по внешнему виду смотришь, все как-то было свое. Сейчас же некоторые начали уличать, что фонари пошли от Lexus. Но в целом автомобиль вот сзади, да, тоже чувствуется, что это свеженькая тачка. Опять-таки, обратите внимание, что в 330-й версии и в более простых версиях теперь выхлоп будет раздвоенный. Но в любом случае, если его немножко доработать, то есть делать, как вот на M-версиях идет, на полноценных M-ках, по два патрубка с каждой стороны, тачка будет, на мой взгляд, выглядеть еще бодрее. Так, более того, если мы сейчас запустим двигатель автомобиля и включим его в режим спорт, то выхлоп будет простреливать. Под капотом нас встречают, как я сказал, два двигателя. Это дизельный и бензиновый. Значит, смотрите, дизельный мотор, он производится с 2014 года, мы, в принципе, его уже все знаем на предыдущих версиях. Но со слов менеджера, вот я пока, к сожалению, не вникал в подробности, но говорит доработанным. Появилась дополнительная турбина, 330-й остался без изменений, 258 сил, 400 крутящего момента, паспортный разгон до первой сотни, 5,8 секунд. Если посмотреть дизельные версии, то задним приводом все так же 7,1 секунда, с полным приводом 6,9 секунд. И там также есть 400 крутящего момента. Дополнительно все это можно, естественно, чиповать. Вот этот мотор, к сожалению, под 249 зажимать не будут. Вот это вот основная его проблема, на мой взгляд, ну потому что все равно автомобиль дорогой. Даже в салоне также люди говорят, блин, конечно, дороговато, но тем не менее, говорят, клиенты есть, фанаты приходят, смотрят на машину, влюбляются. Опять-таки, начинают рассказывать, что кредитик у нас есть интересный. Но, друзья, не в этом суть. Мне за обзор никто денег не платит, поэтому рассказывать вам о том, какая здесь крутая оптика лазерная, что она светит дальше, чем ты видишь, я не буду. Кто купит автомобиль, покатается, потом сам честно свое мнение расскажет. Факт в том, что тачка реально очень круто стоит на дороге. Сейчас сам пользуюсь очень часто каршерингом, там в обилии BMW 3 серии предыдущей. Соответственно, катаюсь, смотрю, как она идет у себя на дороге. За руль этой машины сел, разогнались, на горочку поднялись, на мост завернули. Блин, ну действительно чувствуешь то, что тачка крута. Опять-таки, здесь стоит задний активный дифференциал. Когда мы поедем с вами кататься, я вам это все продемонстрирую. С точки зрения каких-то, знаешь, там, болячек, поломок, давайте честно. Если ты покупаешь новый автомобиль, ну о чем ты будешь переживать? Приехал к дилеру, просто все мозги ему вынес и до свидания. Покупать автомобиль из серии, то, что ты его взял и лет 10 на нем катаешься, ну это не совсем правильно, потому что в любом случае, конечно, ты с ремонтом столкнешься. 5 лет и до 100 тысяч км идеальный вариант. Но опять-таки, здесь, знаешь, палка о двух концах. Залазив на форумы, вот владельцев BMW, многие рассказывают, при должном уходе у меня машина просто ласточка катается, никаких проблем нет. Опять-таки, начинаешь искать негативные отзывы, ну, как правило, это машины очень старые, там, третий, четвертый владелец, непонятно, как на них ездил и кто на них ездил. И вот здесь, я думаю, к месту будет поговорить о вторичке. Если рассматривать трех-четырех годовалый автомобиль от первого владельца с полным приводом, с M-пакетом, это наиболее интересная версия, вот именно такие ищите. Просто так, без M-пакета, ну, не то тачка. Они начинаются по цене примерно от полтора миллиона рублей. Вот живые, хорошие экземпляры. В любом случае, друзья, не забывайте о том, что есть сервис Автокод, который поможет вам просто по госномеру автомобиля узнать его историю. Вот я вам даже сейчас показываю несколько отчетов, по которым видно, что тачка продается, но она в залоге. Что тачка продается, но она после нескольких ДТП. В общем, есть проблемные автомобили. Если вдруг вы будете посмотреть, обязательно проверяйте все от и до. В общем, размазывать здесь кашу по тарелке не буду. Как везде, как у любой марки, есть те, кто говорят, говно все сыпется. Другие же говорят, вот я езжу, у меня никаких проблем нет, вы не умеете ездить. Некоторые пишут отзыв, когда у них там больше 200 тысяч пробег, другие проехали 27 тысяч, у них все хорошо. Моторы не новые, скажем так. Вы все про них знаете, можете почитать, изучить. В любом случае, покупая новую тачку, но особо жаловаться будет не на что. Вес автомобиля тонна 600 килограмм, но чуть больше. Клиренс у автомобиля 145 миллиметров. Поэтому, откуда вы, с какого региона, сами принимаете решение. Подойдет вам этот автомобиль для эксплуатации в вашем городе, особенно в зимнее время, или не подойдет. Но по Москве, летом, на заднем приводе, на этой зажигалке, ну просто кайф. Ну какой-то шарм, какая-то магия все-таки в этой тачке есть, но согласитесь. Вот я же знаю, я же все комментарии читаю, многие говорят, да бэхо, это уже не то, бэхо, это не это. Ну блин, смотришь на нее, такая морда интересная, особенно легкий старинг. Опять-таки, не забывайте о том, что тачка-конструктор. Это тебе не то, что ты там купил атмосферный мотор, и сидишь, не знаешь, что с ним сделать. Купил тачку, ты ее можешь собрать, переделать, там, и выхлопную систему поменять. И по интерьеру множество элементов можно заменить, доделать под себя. По внешнему виду, друзья, вот честное слово, мне вот нравится. Опять-таки, я бы взял бы цвет, например, белый, там, и вот с черным бы подделал машину. Диски некоторые, вот реально внешний вид сбоку у автомобиля полностью меняется. Смотришь на некоторые тачки, думаешь, блин, ну реально крутая машина. BMW 3 серии, самая продаваемая модель в линейке BMW. Вот этот автомобиль новенький догнал по размерам своим BMW 5 серии в кузове E34 образца 1987 года. Присаживаясь в автомобиль, действительно, он стал реально комфортнее. Вот я понимаю прекрасно, что по видео вам не передай, здесь кресла стоят совсем другие от X3. То есть, присаживаясь в автомобиль, он действительно стал попросторнее. Я вам честно скажу, сюда ехали на E-шке, не знаю, я ее настраивал, настраивал, блин, ну что-то как-то не то. Раньше мне не нравилось за это BMW, потому что садишься низко, неудобно, некомфортно. Сейчас присаживаешься, больше появилось фишек. Вот многие говорят одно, цена, цена, нужна цена, потому что вообще автомобиль позиционируется как для молодых людей. Ну, молодые люди имеют возможность купить себе новую тачку за 2 миллиона 700 тысяч рублей. Сел в автомобиль, сначала начал искать, знаешь, где здесь пододвинуться, ну по привычке, а здесь уже все с электроприводами. То есть, присаживаешься в тачку, руль, реально крутой интерьер автомобиля, ты садишься, ты чувствуешь, что он новый. Вот серьезно. Опять-таки, все опции можно дособрать. Вот здесь пластик, где тот скажет, ну там пластик, дерьмо, можно сделать, я кожей обошлю. Подчеркиваю, мне на BMW пофигу. Я могу сказать, что BMW говно, чтобы вы не думали о том, что мне денег дали. Нет. Ну, просто смотришь на эту тачку, действительно, ну вот это вот, засирать, ну язык не поворачивается. Действительно, приятно. Интерьерчик уселся в автомобиле, ты сидишь вроде бы высоко, и обзорность хорошая. Вот очень жаль, что нет возможности, вот знаешь, как бы вот типа посадить вас назад, прокатить с собой, чтобы вы почувствовали машину. Ну, стоит она реально очень круто. До этого мы дойдем чуть позже, когда поедем тест-драйв. Вот обратите внимание, сажусь я сам за собой, мой рост метр восемьдесят шесть, посадка-высадка стала комфортнее. Многие отмечают о том, что вот эта форма изменилась, какая-то там, какого-то чего-то, вообще мне пофигу, зачем она изменилась, что она теперь, лучше поедешь, что ли, или что, или раньше она с этой формой лучше ехала. Кстати, коэффициент сопротивления воздуху в встречном потоке здесь очень низкий. Вот посмотрите, да, я присаживаюсь сам за собой. Если я сяду вот так, да, например, даже прямо, ну комфортно, но головой ты будешь опираться, но здесь все мягко. Факт в том, что машина для водителя, ну для пассажира, вот если мы тогда, допустим, вдвоем с супругой сели, я думаю, мы куда-нибудь доедем очень-очень быстро. Сзади, ну один-два человека присядут, если по городу передвигаться, ну особо они там не устанут. Но на дальнее расстояние все равно будет некомфортно, потому что спинка не регулируется, охота будет развалиться, как-то боком садиться. В общем, тут решение принимайте сами, потому что я знаю, что многие из вас люди семейные, дети у них есть. Посадить ребенка, например, в детское кресло можно будет. Будет ему комфортно? Я думаю, да, опять-таки. Знаю многих людей, которые, имея детей, смотрят на автомобиль, но понимают, что есть другие варианты, более достойные с точки зрения практичности. Но когда машину понравится, уже начинают видеть, знаешь, плюсы, типа, да ладно, другие же ездят, мы сможем. Но не забывайте о том, что этот автомобиль для водителя, поэтому как там сзади, я думаю, мало кого это будет интересовать, особенно если у вас нету детей, так и вовсе. Огромное количество доработок коснулось именно подвески. То есть автомобиль и так-то всегда считался драйверским, и так-то его многие хвалили, говорили, смотрите, как трешка едет. Но вот эта машина, друзья, вот серьезно подчеркиваю, нужно самому пройти тест-драйв. В нашем случае, кстати, 18-е колеса, резина идет с технологией RunFlat. Сами понимаете, эта резина будет жестковата, шумновато, но передвигаясь на автомобиле, особого шума, вот на такой ровной дороге, я не услышал. Разгонялись мы уже так достаточно, скажем так. Жесткость кузова, сама подвеска, опять-таки, доработана, все сделано на управляемость. Но при этом, естественно, назвать его мягким нельзя. Здесь, опять-таки, кстати, еще М-подвеска. То есть все сделано на то, что ты едешь по дороге, прям кайфуешь, выезжаешь на какую-то проселочную дорогу, проезжаешь лежачий полицейский, ты тачку чувствуешь полностью. Но я считаю это только плюсом, потому что этот автомобиль драйвовый. Он именно для того и сделан, чтобы ты сел на нем после работы, дал газку и получил удовольствие. Особенно, если ты живешь за городом. Круговой обзор стоит на автомобиле. В общем, нафаршировать его можно от и до. Багажник у нас 480 литров. У нас доступно пациональное складывание сидений задних. То есть, пожалуйста, какие-то вещи перевезти будет достаточно. Под полом у нас ничего нету, в силу того, что у нас технология идет с Run-Flat. Но, опять-таки, здесь вас удивить нечем. Ну, то есть, помните, мы проснимали Kia Seed Universal. Там открываешь какие-то ништячки. Здесь же, вот, я, пожалуйста, положил вещи, положил сумку, отправился в спортзальчик подкачаться. Включить музончик. Играет он здесь достойно. И едешь такой. Все на тебя смотрят. Это что, новая бэха? Да, да, новая бэха. Переходим к интерьеру автомобиля. Тоже очень важная часть, потому что здесь вы будете проводить много времени за рулем. Ребята, я вам сразу скажу, что наша версия заряженная. То есть, здесь много всего есть, потому что дилерский автомобиль. Вы приходите, берете его на тест-драйв. Вот присаживаясь на него, у вас будут, по сути, вот, там, за те же самые 2.7 вот такие же сидения. Комфортно. Опять-таки, посмотрите, места над головой достаточно. Вот я сижу в автомобиле, рассуждаю, там, думаю, вот, Мазда там, но у меня же все еще, там, до сих пор считают Мазда дрочером. Вот, BMW, вообще классная тачка. В каком плане? Вот, смотрите, руку кладешь, все под рукой. Все ясно, понятно, сразу интуитивно. Руль, вот я постоянно почему-то делаю акцент на руль эмочный, ну, реально, мне так понравился. То есть, действительно, комфортный руль, прям, едешь, кайфуешь. Приборная панель, там, на любителя, вот, ну, интерьер автомобиля, вы посмотрите, напишите ваше мнение. Все сделано лаконично, гармонично, в своем каком-то таком новом стиле. Мне вот даже добавить больше нечего, вот, не нравится. Поэтому, как вам? Напишите ваше мнение в комментариях, перечислять, какие здесь доп. опции ставят, что машина может. Нет никакого смысла, вы можете зайти на сайт и все это прочитать. Я, на самом деле, не понимаю, когда вот эти парковочные ассистенты есть. То есть, например, здесь же можно заехать куда-то на парковку, потом нажать, у тебя машина сама там по траектории выйдет, по которой ты заехал. То есть, запоминает последние 50 метров. Зачем это нужно? Я купил тачку, я умею ездить, я все понимаю, как бы, я сам хочу управлять автомобилем. Поехали прокатимся и посмотрим, какие эмоции он подарит именно от управления. Вот со стороны так смотришь, думаешь, ну и что эти пятаки? Блин, ну когда ты в машине сидишь, знаешь, ты просто газку слегка даешь, а у тебя ее уже сразу боком начинает поводить. Оп! Друзья! Оператор, ты в бомж, что ли, прямо ударился, нет? Друзья, оператор наш старается. В общем, суть в том, что ты как за рулем сидишь, и тут кайфово делать одному ты сел, и просто, вот вроде бы свистят колеса, ну прям удовольствие какое-то получаешь. Я, конечно, не поддерживаю такое вождение, но, знаете, порой кайфануть на тачке очень сильно хочется. А кайфую пипец, как маленький. Вот я сейчас перевожу подвеску в режим адаптивный. Проезжаем лежачий полицейский. Ну стуки настолько сильные, я не знаю, слышно ли это через микрофон, но действительно, косишь в автомобиле, прям даже пытаешься вроде бы потихонечку проехать, но все равно, вот, обращаю ваше внимание, маленький лежачий полицейский, самый противный. Ох, ох, ну вообще жесть. То есть, я не представляю, что будет, если ты где-нибудь на скорости в какую-нибудь яму влетишь. Наверное, такой будет удар, что ты просто за сердце схватишься. Вот такие лежачие полицейские нужно проезжать, я думаю, со скоростью... Вот, да, вот так вот. Еле-еле. То есть, прям еле-еле, тогда нормально. Кто скажет, правильно, так и нужно ездить. Сижу в автомобиле, чувствую полностью. Вот такая небольшая машина, знаешь, юркая для города, самое оно. Трасса, это прямые участки дороги, это там, где можно действительно получить удовольствие от управления. То есть, отправиться куда-нибудь в путешествие, допустим, ну, не знаю, там, на юг, в Европу, ты будешь, конечно, кайфовать. Да и вообще, в целом даже, на работу, с работы будешь передвигаться, удовольствие бешено. Тем более, сейчас у нас, получается, апрель, тепло, солнечно. Ну, смотрите, по такой дороге, только в режиме спорт, тормоза чуткие, на самом деле. Я нацепляю до хрена штрафов, судя по всему. Ну, что, придется отдать. Ну, блин, вот ради такого тест-драйва я готов и заплатить за штрафы. Просто на таком участке дороги вешать знак на серию 60, ну, это неправильно. Чувствуешь машину, прям газку даешь, тяга, прям, ну, подхват сразу идет. 400 крутящего момента, это ощущается. И звук, слышишь, да, приятный. Даже вот небольшая колейность какая-то появляется, небольшие участки такие разбитые, слегка дороги, не знаю, на камеру это, наверное, не видно, не ощущается. То есть, здесь либо хорошая дорога, либо вот легкая колея, ну, оп, смотри, пошел, ну, блин, друзья, я прям кайфуюсь сегодня. Просто какой-то не день, а сказка. Я вам больше скажу, вот мне плевать на BMW, да, но вот с точки зрения вот каких, какое удовольствие ты получаешь от управления, даже заикаться начинаю, от управления этим автомобилем. У кого бабки есть, кто готов купить, кто может себе позволить, покатайтесь. Не знаю, конечно, наверное, какие-нибудь там М5, М3, это совсем другое, ты просто не знаешь. Да, я развиваюсь вместе с вами, получаю автомобили, тестирую их, катаюсь и вижу, что надо больше работать, стараться, чтобы иметь возможность позволять себе такие дорогие тачки. Вот мы сейчас едем, к примеру, 150, да? Шума нет никакого в автомобиле, но он присутствует, но в пределах разумного. Опять-таки, если поставить резину помягче, будет еще комфортнее. Сбрасываем до 110, да нормально. Если сейчас музыку включить, кондиционер, ехать с кем-то, разговаривать, класс. А когда ты начинаешь прогазовывать, да, сразу мотор слышно. И такой действительно прям спортивный такой рокот, а? Не то, что так, что он, знаешь, напрягается, блин, нет. Мотор работает так, как должен работать, и дать тебе понять то, что мы можем наваливать. Я просто получаю удовольствие. Вот вы не подумайте то, что, Диман, зачем ты это делаешь так неправильно. Друзья, вот эти перестроения, ты ощущаешь автомобиль, он дает тебе понять то, что так можно. Я могу, я способен. Он держит дорогу. Блин, вообще классная тачка. Ну, вы видите? Вот мы тестируем порой некоторые, какой-нибудь Nissan X-Trail, еще что-то. Газку даешь. Да хрень полная, не то. Да, там семейная машина с детьми, там рассаду удобно перевозить, там зато можно на легкое бездорожье выехать. Здесь же легкое бездорожье оторвал бампер. Вот, куда ты пошел? Ну-ка давай за ним, блин. Вот для чего эта машина нужна. Вот есть тачки, которые, знаешь, длинные. Ты в нее садишься, вот та же самая BMW 5 серия. Вот она вроде бы большая, ты садишься за руль, да, классный интерьер красивый, но сзади там места вообще нету, по сути, вот так вот для пассажира, для заднего. Так для ребенка, вот я думаю, плюс-минус будет то же самое, что и здесь. Конечно, обломно тем, кто живет там в городах, где разбитая дорога. Вообще печально то, что автомобили дорогие, что не каждый сегодня может позволить. Но вот по осени, парни, советую вам, как кто заинтересовался, копите. 2 200? Нахрен мне какая-то бэха там пятерка, трех-четырехлетняя. Лучше вот взять себе трешку с полным приводом и лупить на ней. Вот мы заходим там в затяжные повороты, да, там какие-то резкие повороты. Здесь, если еще там, знаешь, так вот с опытом, газку-газку, давай тебе еще веселее будет сюда заходить, то на самом деле я вас призываю так не делать, потому что это небезопасно. Все-таки лучше передвигаться так, чтобы ты никого не напрягал из других водителей. Встраиваться в полосу, да мы уже встроились, то есть все, пошел. И самое, что интересное, все те, кто будут ехать в потоке и видеть, как ты тут лупишь, наваливаешь на тачке, но они катались на этой машине, они будут понимать, блин, он кайфует. Когда я вижу, как человек на какой-нибудь, ну не буду называть, на каком-нибудь седании японском влево-вправо перестраивается, я вижу, как машину всю калашматит, я понимаю, да что ты делаешь, зачем? Ты же выглядишь даже со стороны как дурак, я же знаю, что тебе некомфортно. Вот на этой тачке вообще земля и небо. Такое ощущение, как дали бабок, да? Вот я сам еду, думаю, но с другой стороны, блин, пацаны, я бы сам бабок отдал бы за эту машину. Серьезно, ну кайфы. Ну давайте с ноля в пол. Оп, подхват. Соточка. Ну знаешь, вот как бы мы в легкую горочку разгоняемся, в силу того, что задний привод, ну блин, прям вот такого на подхвате рывка нету. Ну нет такого, что она тебя прям толкает вперед. Но при этом набирает бодро, вот этот звук сам по себе приятный. И самое главное, что ты разгоняешься, ну и дорога хорошая, ты чувствуешь машину. Вот это прям вообще очень круто. Что такое почувствовать тачку, друзья, покатайтесь, вы сами все поймете. Я вам честно скажу, я сегодня посмотрел на задний привод совсем по-другому. Все познается в сравнении. Покатавшись на такой машине, я понял то, что пятая серия, пятьсот двадцатая задним приводом, но это не то. Вот эта машина небольшая, она компактная, она действительно дает тебе возможность просто получить колоссальное удовольствие. По интерьеру машина очень понравилась. В общем, вообще в целом, я вам прямо говорю, вот никто мне ничего не давал, подчеркиваю, но, блин, моя тачка очень понравилась. Раньше все было, ну знаешь, как садишься, блин, то сзади места мало, то за рулем не то, то интерьер старый убогий. Пытаешься во всем этом видеть свои плюсы, но вот здесь действительно круто. Если ценник по осени будет 2200-2300 со скидкой, например, на полную версию, ну, на полноприводную версию с дизельным мотором, я думаю, это будет очень круто. Была бы у меня возможность иметь два автомобиля, 330-я задним приводом на лето, и какой-нибудь, допустим, Grand Cherokee, поддержанный на зиму. Вот эти машины, мотиваторы, то есть нужно больше зарабатывать, нужно трудиться, стараться, ищите возможности, переезжайте в другие города, занимайтесь собственным бизнесом, думайте, где продать. Не я вам должен подсказать, не кто-то там. Друзья, мы с вами мужики, мы должны с вами думать, нам искать, где бабки. Я вам больше скажу, если кто-то хотел больше информативности, а рассказать, как там изменилась подвеска, а что именно, друзья, вообще, пофигу. Вот честное слово, про все вы это можете посмотреть, очень много видеороликов на канале, я же прекрасно знаю, что те, кто автомобилем заинтересовались, как правило, они начинают смотреть одно, второе, третье, четвертое, читать, и это правильно. Много чего можно про нее рассказать, но я думаю, вам здесь все ясно, понятно, поэтому гоу в комментарии, давайте обсуждать, давайте общаться. У меня на этом пока что все, обязательно подписывайтесь на Инстаграм, подписывайтесь на сам канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. На этом пока что все, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok